Трещины. То можно еще поговорить и о других проблемах, с которыми мы с вами сталкиваемся. В отношении наших прекрасных конечностей, наших ног. Сейчас верстается номер горизонта, в котором мы как раз и начали говорить о проблемах, и о путях решения, проблемах кожи ног, вообще ног, что, как происходит, как решать. Статья будет очень большая, поэтому, опять же, рекомендую обратить на нее внимание. Она будет в двух журналах размещена о проблемах ног и как с этим бороться, и что делать. И вот одним из наших помощников, замечательных помощников является лосьон для ног. Иногда люди спрашивают, почему цена лосьона велика, потому что стоит он, если я не ошибаюсь, 11 долларов. Когда в других компаниях можно купить за 3 доллара, за 2 доллара. Наверное, сейчас в магазине можно и за 15 рублей какой-то взять крем или лосьон для ног. И пытаясь узнать, в чем же изюминка, я спрашиваю, что делает тот или иной лосьон, о которых вы мне говорите. Как правило, это идет увлажнение, в основном увлажнение, питание. Что делает наш лосьон? В нашем народе, в народе НСП, этот лосьон прозвали шелковые пяточки, либо еще называют его легкие ножки. Здесь, опять же, входят растительные ингредиенты, которые увлажняют кожу, защищают кожу от воздействия бактерий. Это средство является профилактическим средством против грибка, так как одним из ингредиентов идет масло чайного дерева, мощное антибактериальным действием обладающее. Это средство применяется для профилактики трещин, так как увлажняет и питает кожу. Кроме всего прочего, это средство применяется для лечения трещин на пятках, которые у нас образуются. Благодаря тому, что входит в состав масло мятное. Очень часто люди, особенно в летний период, приходили и чувствовали, что ноги горят просто. Когда вы очищаете кожу, то есть приняли душ, затем наносите лосьон, идет охлаждающий эффект, болеутоляющий эффект, снимается отечность. Наверное, знаете, что боль и отеки – это первые признаки варикоза. Так вот, это средство не только является профилактикой грибковых заболеваний, но еще и профилактикой варикоза. Потому что тонизирует, да-да-да. Нет, не вену, вы просто смазываете. Здесь применять его можно от, скажем так, от кончиков пальчиков до бедра. Пожалуйста, на всю ногу. Снимается вот эти болевые ощущения, отечность. Тем более, что когда вы наносите, вы еще дополнительно массируете их. То есть, ну пусть там пару раз проверили, но все равно это уже массаж. Идет лучше отток. Бактерии у нас, вернее, запах пота у нас как таковой из-за чего происходит? Из-за того, что бактерии начинают размножаться. И вот это вот выделяет неприятный вот этот запах. Так как я сказала, что он является еще антибактериальным, соответственно, не дает возможности бактериям размножаться. И даже если у вас вдруг потеют ноги, запаха этого нет. Что особенно актуально, даже не в летний период, а в зимний. Когда вы то в офисе, то вы в магазин зашли, постояли, то вы на улицу выскочили. И вот эта разница температур, да, то, что ноги начинают потеть. И иногда кто-нибудь снимает ботиночек там, дышать уже нечем. Из-за чего? Из-за того, что это потливость ног. Это является также еще и профилактикой. Применяется это средство дважды в день. То есть его можно применять утром после душа, на очищенную кожу ног. И вечером, опять же, после души. У нас почему-то многие считают, что ноги это только вот стопы. Нет, ноги это полностью наши ноги. Или как у нас Клара Новикова говорила, ножки. У женщины не могут быть ноги. У женщины ножки, ручки, глазки. У мужчины все что угодно, а у женщины именно так. Вот поэтому, чтобы ваши ножки хорошо бегали, вот как раз утром помогите им, вечером помогите им. Кроме всего прочего, я сказала, что можно бороться еще и уже когда у вас образовались трещины. У кого это хоть раз было, знает, насколько это болезненно. Что невозможно наступить, невозможно ходить. Идет вторичное инфицирование, трещина становится еще больше, она не заживает. Что делать в этом случае? Берете тазик с теплой водой, добавляете 10-15 капель чайного дерева, масла чайного дерева. Держите в этом тазике ножки свои в течение 30-40 минут. Затем лишнюю грубую кожу отшелушите. Либо это будет у вас пемза, либо специальные. Сейчас есть уже щеточки, пилочки такие для ног. Лишнее сняли, затем взяли лосьон, достаточно густо наносите и оставляете это, даете впитаться. То есть вы не ходите пока 10-15 минут, оставите впитаться. Затем, если вы это вечером делаете, можно надеть хлопчатые бумажные носочки, чтобы это не в кровати у вас ничего шло, а вот именно в носочках оставить. До утра. И так можно делать ежедневно, до решения проблемы. Опять же сюда входят, как я уже говорила, и экстракты и ланха-ланха входят, и экстракты алоэ, и экстракты гинкобилоба, которые повышают как раз тонус сосудов, повышают эластичность их. То есть все-все-все это влияет на ваши ножки. И потом уже буквально, ну максимум неделю применения вы заметите изменения. Усталость ног снимает. Очень хорошо это средство у нас еще дистрибьюторы, скажем так, доносят до людей, которые по роду своей профессии долго находятся на ногах. Это и продавцы, это и парикмахеры. То есть кто должен стоять очень часто. Вот для того, чтобы помочь им, помимо добавок. Я не говорю, что это прям от всего. Конечно же еще и внутренние проблемы бывают, да? Поэтому помимо добавок, которые вы можете рекомендовать этим людям, обязательно применение этого средства. И опять же это может быть в любом возрасте. И там школьникам, они же тоже с этим сталкиваются очень часто. Натоптыши, когда бывают, тоже при борьбе с натоптышем дополнительно это применяют средства. То есть, ну как я сказала, что это хоть и дополнительная линия, но она весьма необходима оказывается нам. Куда вот не оглянешься, все равно, либо для рук что-то надо, либо для ножек вам что-то надо. И по поводу рук. Был такой случай, что у нас люди, которые любят с землей общаться, и иногда они применяют для этого общения посредника перчатки, либо это хлопчатобумажные, либо это резиновые. Замечают, что руки тоже сохнут от земли и начинаются трещины, идут. Вот если не помогает вам уже крема для рук, либо это, в которой у нас есть серия натрия, лосьон для рук и тела, аришмус. Вот если это не помогает, то вот можно применять это средство и для рук. Хотя вы все равно так или иначе с ними будете сталкиваться, руки-то вы будете все равно носить на них. Так что обращаю ваше внимание на это средство, что его можно применять не только для ног, но если проблемы рук очень серьезные, то можно еще и для рук его применять.